hi people подождем когда все соберутся доброе утро друзья good morning темы нет никакой давайте хотите с картишками поиграемся хотите онлайн да я выспался караганда салам алейкум давайте загадайте ситуацию какую-то свою жизненную и также как вот в рилсах выберем одну из трех карт карта номер 1 карта номер 2 карта номер 3 загадали ситуацию поставьте плюсик 3 карты какая-то ситуацию в которой и посмотрим что вас держит здесь страхи это карты про страхи пока поставили плюсики все начали карта номер 1 посмотри что эта карта для тебя значит что-то здесь видишь задай себе вопрос как ты можешь исправить эту ситуацию какую полезность ты можешь через это проявить через ситуацию что эта ситуация тебе говорит если кому не видно здесь ноутбук и вот это лицо через ноутбук сюда выходит через экран я это не я то есть человек вот так в компьютере и туда прям вот ушел с головой что это может быть прекратил уже в компьютере сидеть по 8 часов в день может быть так уже начни жить из трех одну рабочие трудовые будни и сай вкус и совкос во а вот сегодня что-то ведь день до карта номер 2 здесь мне кажется все понятно да смена масок много вранья что еще видите все промазки да вторая карта промазки сегодня это пешка тонет в воде посмотри что это для тебя вообще видите это же нужно выбирать антиподы да то есть если здесь это не что нужно вы выразить что и ну как бы все хорошо я там не тону и страх уйдет то есть не нужно бояться что утонешь да все получится типа дерзай вот интересно один спали него это классно собирай команду надо идти на встречу страху то есть боишься фигач здесь есть карты которые ни разу не выпадали знаете я смотрю вот это выпадал вот это не было вот это не то есть есть много карт которые их даже ну не было видно кто спал на моей кровати то переворачивал карты вверх ногами все везде будут это метафорические карты hand made my made i made или как там это колода про страхи да сейчас мы готовим колоду там еще будет колода про деньги будет колода про отношения отдельно сексуальная колода обязательно будет я думаю что вот потом что-нибудь вроде подсказки от вселенной там на 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 очень наделаем короче они появятся в продаже я думаю попозже чуть страх поменять на действие нужно просто сделайте все призвание посмотрим призвание 60 карт призвания ну может быть но это такое же это будет на но посмотрим метафорические карты должны быть с большим количеством интерпретаций да то есть они должны быть однозначные там должна быть человеку дана возможность интерпретировать картинку так как он видит боюсь рожать от нее нелюбимого человека проблемный мужчина но не рожай блять если ты не любишь нахрена то хочешь от него родить вот вы вот женщины очень очень вы вот странные блять ягод его не люблю если ты не любишь человека но хотя бы разведись да или уйди брось если ты не хочешь разводиться и бросать хотя бы сука не рожай от него блять а родите пятерых и потом сука тошни типа на всю жизнь даже глупо на самом деле не любить человека и рожать для него наху я так делаете да это знаешь когда ты попала в яму хотя бы перестань сука копать поздно уже беременна наху ли ты там не хочешь блять чё за обратно засунешь или чё вот чё за вопрос блять ты уже беременна я не хочу от него рожать уже восьмой месяц до для себя рожай ну и рожай для себя человек должен быть хотя бы приятным же для себя на рожать вот представь ты и рожаешь для себя не до человека который тебе не нравится допустим да и твой ребенок будет такой же как он блять и как ты с этим будешь жить потом будет вот как у соломоновой в стихах папа твой мудак а ты хороший хорошее утро да поэтому нефиг вообще все перебирайтесь на мою вторую страницу вот это психолог психолог коуч и горьким ну я туда потихоньку потихоньку как только там появится на большее количество подписчиков хотя бы десять тысяч на ту страницу перейду эту сделаю рабочий такой где рекламка там это то и туда уйду все прямые эфиры оттуда будут вот кому нравится научи подпишитесь ладно подруга родила так дочь и для себя и лопнула ну пусть ты можешь чего угодно делать пинать его потом еще что-то делать но рожать нужно с от человека который тебе на хотя бы нравится хрен с ним нет любви но нравится он хотя буду он должен тебе приятен то что сын родится если а родится сын скорее всего да то ты будешь ну вот его лицезреть где здесь силу у тебя от мужа для чего блять трое детей куда ты собралась чё те там пьет бьет блять чё он делает там ногти вырывает тебе куда собралась с тремя детьми а если беременный уже рожай не ной да то есть но уже по любви ребенка и это же все блять передастся он тебе так такой возврат вырасти даст ты охереешь просто беременные ходите не хочу рожать от любимого человека ты хочешь убить сука своего сына этого ребенка ли чё чё за мысли не просто знаете иногда меня этот аж под подбешивает когда вот такие вы когда формулируете свои какие-то мысли вы анализируйте на смотри хотя бы вперед чуть-чуть смотрите да женщина беременна и горит не хочу рожать от нелюбимого а ребенок думает ты его не хочешь доброе утро кармические ребенок придет поэтому мысли свои ну правильно формируй формулируйте вот так прошли когда вы формулируете неправильные вещи происходят потом ужасные вещи и и ты потом не понимаешь из-за чего это хотите ситуацию давайте сформулируйте ситуацию муж тебя выгоняет из дома с тремя детьми потому что если честно сколько раз в неделю вы трахаете сначала скажи приходите лично мне кажется лично лучше не знаю ну она и дороже понятно почему один раз месяц тебе в окон в окно выкинул бы нахер один раз месяц она ему дает халявщица блять живешь на халяву конечно тебя выгоняет для с мелким не получается захотела бы получилось то есть вот 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 начали также 1 месяц для ну поэтому тебя выгоняет подожди до развода потерпи если ты его сама не траха что-то кто-то его другой трахает сейчас подожди появится потом будешь орать больше всех что блядь я тебе верил а ты меня предал бля сама сука чё дождешься эти говорю приходи лично потому что дороже но понимаете сразу не можно узнать про психосоматику например чем связана боль в правой руке вы как-то горели что есть луиза хей правая рука не этот как его не принимает то что я делаю с мужчинами нет я ему говорю и потрахайся и успокойся дорогая вы разведетесь у тебя выгонит нахуя ему куда-то бегать когда дома есть скажи мне ты зачем тогда ради детей он сдохнет раньше тебя ты это понимаешь нет ты или ты его ненавидишь своего мужика поэтому вы сучи живете дольше чем мужики потому что не даете еще заботы вы хотите он еще не понятно ты ему не даешь у тебя содержит да еще денег еще дает понимаете что происходит а начинается с того что она не любит я готов каждый день он нет сводить его к врачу сначала если может он не может да то есть ему нужно под лечиться потом или может быть он старше тебя там сильно да или у него там какие-то проблемы там в смочи половой системы там с лишний вес может у него большой еще что-то ненавижу потому что гуляла раньше и выгонялась но тогда разведитесь просто понимаешь и тогда ты долго будет жить и он будет долго жить а ты вместе хочешь его уработать но моя квартира моя машина верно он заработал или как он но поделите нахер имущество разведитесь лучше и ему хорошо и тебе хорошо не хочет сука тебе приятно да что эти не бросает самооценку поднимая да ты что за карты вот метафорические мои все переписал на брата молодец чё молодец понимаешь потому что он с собой разведется эти говорю туда прыгаешься тебе кажется что тебе будет хорошо тебе будут короче делай что хочешь но лучше по-честному разводиться не добивать чего у чувака понимаешь а из-за того что вы друг другу не доверяете он еще все потерять может потому что брат может потом не вернуть эти квартиры машины ты и тебе не достанется ему нихера не достанется понимаешь давайте карту выберем ну вот на смотри карта твоя ну не забудь тогда не надо и не надо ситуацию загадка загадываем паническая атака приходите на сеанс твою карту на давайте ситуацию загадали карта номер один карта номер два офигеть карта номер три я сейчас в астане карта номер один карта номер два и карта номер три маккарты это маккарты мы брали я их сначала играл 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 с ними потом мы в свободном доступе не нашли картинки которые похожи или ну примерно такие же будет композиция и вот и сделали какие-то картинки мы сделали черно-белые специально чтобы этот потому что страхи и все колоду купить можно будет чуть попозже сейчас творчество идет дальше мы придумываем свои как было абсолютно которые не будут привязаны к чему-то и мы будем ситуативны но вот про деньги там туда туда мы тоже сделаем эти все картинки они из интернета они все если вы погуглите они будут в свободном доступе они есть просто тут нужно все сверстовать вот эту проблему и все здесь практически да на любой хотите выйдите кто-нибудь в эфир чего вы чуть разберем или все на работе вы я хочу я не знаю как этот постучись в этот в прямой эфир хочу будто кто-то уже о доброе утро доброе утро как дела хорошо выбирай в середине вот это давайте любую в центре что видишь себя ты какой ситуации доставала ситуация я просто постоянно в ментальной жвачке просто кроме действий нет действий точнее только раздумие размышления вопрос и вот так и есть то есть я просто хожу туда-сюда от вопросов вопрос просто как ты думаешь какая у тебя от этого выгода что ты постоянно задаешь вопрос о себе ну я вроде как хочу простить решить что-то но чтобы не делать наверно молодец а что тебе мешает сделать но я ищу легкие пути и сколько нашла не нашла выгода не знаю просто хожу вот так вот ну прям точно как я просто хожу по этой веревочке туда-сюда угу я не знаю как оттуда выбраться вообще то есть нет выхода как будто а если бы это была твоя подруга что бы ты ей посоветовала сойти с веревки но падать тогда угу и как бы ты ее поддержала с психологом сказал бы иди психолог еще еще не знаю честно вот прям я в тупике я не знаю я просто вижу реально вот это вот как будто падать в бездну в никуда угу как поддержать как поддержать ну можно это как веревку использовать и спуститься угу спуститься на землю точно из облаков спуститься на землю использовать как веревку угу 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 как ты это сделаешь ну вот использую это как веревку первые идеальные шаги ну первый идеальный шаг это признать что я в иллюзиях нахожусь если честно окей второй второй пойти к психологу угу третий и третий начать решать проблемы которые ну простые например там помыть посуду четвертый а четвертый это надо какой-то план составить ну то есть как вот пятый пятый основная задача пойти учиться шестой ну и начать проявляться седьмой не знаю а что дальше давай давай думай ну проявляться зарабатывать деньги как первые три шага чтобы заработать деньги давай ну за ценность какую-то бесплатную сначала ага второй шаг получить обратную связь третий все улучшать это я тебе говорю конкретные шаги дать чего тебе все в облаках опять дать конкретные действия что ты будешь делать блять а создать ценность какая нахуй ценность ставите на работу блять три шага конкретные давай быстро не думай ну я не знаю я работаю я работаю быстро три шага чтобы заработать деньги давай говори я не знаю три шага чтобы заработать деньги не знаю первые три шага которые нужно совершить для того чтобы что то получить без вот этих твоих осознать осмыслить блять конкретные действия ну ну я не знаю я рад это трансформация уже началась думай ну не знаю я у меня я не знаю какая у меня ценность я не понимаю что давать людям нахер ценность твоя не нужна чтобы заработать деньги нужно всего три шага начни просто скажи сначала три шага какие три шага какие три шага конкретные три шага без осознанности не знаю нужно какой-то продукт продать его ну то что я умею делать что ты умеешь делать я не знаю давай 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 думай ну ну ладно у меня есть дар как экстракцион но я не знаю как этим пользоваться и как это монтировать угу в прямых эфирах об этом говорим? нет нет давай так три прямых эфира в неделю в течение трех месяцев поняла? через день делаешь прямые эфиры про свою сенсорику угу шаг номер раз ага ага энергия пошла? да шаг номер два какой? ну вот первый я заявила себе шаг номер два а обратную связь или? я не знаю и правда я туплю написать пост и написать уже сколько это стоит Сейла Будда ну я не знаю сколько это стоит как это можно? пост напиши хорошо напишу прямой эфир пост прямой эфир пост и шаг номер три сколько это стоит? ты уже написала сколько это стоит а, написал хорошо третье третье ну, проводить консультации аллилуйя у меня аж прям душит аж что все так просто что ли? все! ну, тогда я пошла делать давай до свидания я тогда пошла делать пока давай пока уже нечего держать капец, а я что-то... блин серьезно я о, круто, серьезно спасибо, пока понимаешь хорошее утро хих-хих хих идея хих-хих вот так у людей, понимаете за тыкиi да, то есть ты зрацашки начинаешь вот этот ты, человек тормозит там где его страх понимаете то есть это не говорит сейчас о том, что там об уровне ее или там ума, или че-то она там умная или не умная, слишком да, просто это не за это либо как правильно ли у него там можно сознаться. когда человек упирается в свою, в эту ментальную стену, мозг нахер отрубается. Как только перестает работать мозг, идет трансформация в этот момент. И поэтому, когда начинаешь поддавливать, вообще так давить, коучинги запрещают, но, короче, когда ты поддавливаешь, у человека начинается вот этот взрыв. Вот. И поэтому кому-то может показаться, что он несколько агрессивный. Я давал ей шанс, чтобы она сама, да, то есть, но нужно чуть, этот, встряхнуть, потому что человек начинает в своем ментале крутиться, да, то есть в своих мыслях, там, где он привык. И когда чуть тряханешь, оно чуть жарко стало, видишь, энергия пошла. Своим эфиром себе гадать. Ну вот. Так. Еще. Ну давайте одного человека посмотрим. А, там уже читеры? Капец, бомбы взорвали. Да, у вас есть дар, но мы можем с ним. Супер. Ну-ка, давай. по очереди там деляров. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, я извиняюсь. Я так шла пешком и хотела попасть на прямой эфир. Привет. Доброе утро. Я пешочком хожу с утра, 10 тысяч шагов. Дала себе слово 30 дней. Пройти сегодня шестой день. Сейчас присяду. Нужна лавочку. Бежала, боялась, что вы сейчас... Я извиняюсь за внешний вид. Зато без фильтра, да? Ты в Астане? Да, я в Астане. Все, хотела попасть к вам. Я даже не знала, что вы здесь. Обязательно запишись. Ситуацию с вами. Чем работаешь? Меня зовут Демяра. Я работаю в отбасы банке в Жилстрой Сбербанк. Банковский работник. Но хочу... Друзья, пока вот она выпала из эфира, постучите сесть на страничку. Кому нужна квартира. Программа 7-20-25. Короче, у кого даже тяжело с деньгами. То есть, если ты даже средний... Короче, можно купить квартиру. По программе 7-20-25. Дорогая, ты выпала. Интересная девочка. Деляра, кого? Первую девочку бы такого звали. Вылетела из эфира Деляра. У меня все хорошо. Спасибо. Это программа только для казахстанцев, да. И это программа для тех, у кого нет собственного жилья. То есть, если на тебе что-то оформлено, лучше переписать и потом погать. То есть, на человеке не должно быть зарегистрирована недвижимость. Анара, давай. Эта карта у меня первый раз выпала. Скринь себе. Наличную предложу. Ой, приходи. Вот бота. Ботогос, да? Беременный. Коучить можно, но сессию лучше не надо. Ну-ка давай, Жанна, скорой там. Здравствуйте. Да-да-да. Ура, я попала в прямой тир. Вы там на работе? На работе, да. Давай ситуацию говори. Так, сейчас. Отношения. Хорошо. Привет! Привет! Сейчас. Давай. Откуда берем? Первая. Вот где ваша половина. Да-да-да-да. Ой, дорогая, это прям. О-о-о. Угу. Кто видит? Это я. Которую тяну. Угу. Удержать. Угу. Ничего, дотяну. Для чего? Ради сохранения. Для чего? Для детей. У тебя сколько детей? Четверо. Угу. Еще раз, для чего? Детям это нахер не надо, я тебе сразу говорю. Для чего тебе это? Страх одиночества. Угу. Угу. Еще? Что для тебя страх одиночества? Что для тебя одиночества вообще? Остаться одной. Угу. Все. Вот ты осталась одна, и что будет? Тоскливо. Угу. Некомфортно. Угу. Еще? Холодно. Осуждение. Осуждение какого плана? Осуждение общества. Ага. Родителей. Даже не так. Вот тебя осудили. Что произошло? С правой, с правой. 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 Я замкнулась. Угу. Для чего? Угу. Угу. Чтобы что? Чтобы... Чтобы не было, не повторялось этого. Угу. Когда первый раз ты замкнулась, когда ты столкнулась, ну, с болью? Угу. Детство почему-то вспоминается. Что это было? Потеря бабушки. Угу. Она для тебя была близким человеком? Она тебя воспитывала? Да, да, да. Она была мамой. Что тогда произошло? А я почувствовала одиночество. Мы тут при чем? М? Еще что-то... Еще мы... Все потом, с правой. Еще у вас? Второй записанник. Пройдя. И письмо за улыбку. Я... Вам два? А, я... Холод. Что почувствовала? Холод. Одиночество. Брошенные, брошенные, что ли, вот так. Да, 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 нормально. Страх это. Страх, что никто не заметит еще. Выдыхай. Угу. Вот так, мой хороший. Давай-давай. Вот так, мой хороший. Угу. Выдыхай, выдыхай. Вообще длиной. Выдыхай. Поплати. Выдыхай. Эту боль можешь... Просто, если тебе плакать сейчас неудобно, просто выдыхай. Оно будет потихоньку выходить. Молодец. Поняла, да? Да, сидя. Ты маму потеряла? Нет. Мама есть у меня. Ну, бабушку там. Бабушку, да. Да. И это тебе запутало сильно, да? Да, да. Да, да, да. Теперь каждый раз, когда ты чувствуешь себя шантажем, останешься одна, у тебя начинается, знаешь, зафиксация. Тебе как-то это горит. Держишься постоянно за отношения, вот с кем ты живешь. Он, если не держится, тогда он такой манипулирует. Он может на них уходить. Держишься, он будет тебя этим с собой играть. Да, поняла я. Поняла? Поэтому я слышу, это не труд. То есть, ты отношения не работаешь, понимаешь? Вот это сделать легче. Ну, для этого тебе нужно бабушку. То есть, дома садишься, плачешь, берешь полчаса или там час, и прям, понимаешь, прошло это много, да? Сколько время? Мне было пять лет, сейчас 39. Ну вот, да. Время прошло очень много, а ты до сих пор это держишь, понимаешь? И это полностью. Поняла. Поняла. Инсайты идут. Осознание пришло. Это не эпичное, там обязательно разводись, но перестрой взаимоотношения. Поняла? Поняла, поняла. Я не тот ёбнутый, который говорит, бросай нахуй, там, так не делай. Но взаимоотношения очень важно перестроить, и тебе будет намного... Все, поняла. Все, спасибо. Круто. Все. Вообще. Я рада, что я к вам попала. Спасибо. Я обязательно попаду к вам. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо. Давай тогда. Пока-пока. Хорошего дня. Пока-пока. Пожалуйста. Благодарю вас. И тебе тоже благодарю. А как выходить, я не знаю. Там где-то крестик есть. Просто эфир закройте, потом... А, все, все. Спасибо. Давай, пока. Вот, друзья. Это вот, видите, это то, как работают эти... Короче... Вот так можно с картами работать, да? И потом без карт можно работать. Игорь Васильев, коуч, спасибо. Видите, коучинг, он этот... Он накладывает отпечаток. Если честно, мне очень сильно нравится, что я вот сейчас прохожу обучение и прошел. И, в общем, я сделаю серию коуч-сессий вот таких там, без карт только, да? То есть, ну, нужно будет написать вам запрос. Почему? Ну, потому что это, ну, мне нужно будет набрать 500 человек, с которыми я проведу сессии. И сессии мы такие будем проводить, как это сказать, за деньги. За сильно небольшие, но это будет онлайн, мы вот так вот проведем. То есть, после того, как я наберу 500 часов, будет сразу дорого. Вот. Но, когда я буду проводить вот эти онлайн, вот эти публичные сессии, там больше вы будете платить этим лицом своим и своими ситуациями. Вот. И это будет сильно, ну, как бы, сильно недорого. Вот. А потом будет сразу в 10 раз дороже. Ну, примерно так будет. Поэтому, когда я объявлю, то есть, и будут там прям целыми днями, я буду сидеть в прямом эфире и вот просто фигачить эти эфиры с утра до вечера. Мы будем набирать, допустим, там 10 человек за день и тихо-тихо это буду вот протаскивать. Сессия будет длиться полчаса с каждым. Вот. И тихо-тихо мы будем. Где я обучил, проходил обучение коучингу, это Эриксеновская школа. То есть, она в абсолютном доступе и есть у Галии Хамитовой в Алмате. Вот. И, но здесь вопрос в том, смотрите, если ты, ну, хотя идите, в любом случае, то есть, вы опять мне очень помогли, я очень рад. Вот. Очень важный бэкграунд, да, какой у тебя опыт. И чем больше у тебя опыта, тем лучше у тебя КОЧССИ получается. Я пока не придумал, с какого, подождите, я еще, вот, Мирамгуль или кто там? То есть, от вас не нужна будет оплата тогда, и от вас не нужно будет просто этот, скажите, номер телефона. И, я, короче, вам скажу, когда нам анкету дадут, чтобы заполнить, единственное вам, когда позвонят или напишут на почту, нужно сказать, что да, я у него была. Вот. Поэтому, желательно брать, ну, когда вы будете записываться, желательно брать от трех до пяти сессий. А с интервалом там, хотя бы, ну, там, три-четыре дня в неделю. Вот. То есть, поэтому планируйте там, потому что могут быть нахлесты, и мы будем, ну, в общем, вот так перетекать. Из одной КОЧСИ и в другую. И чтобы не осталось так, что когда акция закончится, и вы, чтобы остались на улице, да. То есть, мы будем с вами прям этот. Единственное, эти сессии будут записываться в прямом эфире, и они будут в Ютубе и везде. То есть, это все будет. Вот с этим подумайте, да. Вот. Это вот карта, вот, кто там, Юля. Посмотрите, ну, скриньте себе. Вот. В общем, такие дела, друзья. Это. Вот первый человек, кому поверила. Начну, я не знаю. Сейчас, дайте, я в себя приду, потом сейчас этот выпускной пройдет. Это где-то, ну, я думаю, в ноябрь-декабрь где-то вот там начнется. И потихоньку, потихоньку мы это все будем делать. Потом, может быть, с кем-то и так будем встречаться. Вот. Еще есть такая штука, что можно будет записать такую серию коуч-сессий, кто в Алма-Ате. То есть, вы платите сразу там за пять сессий, но нужен прям реальный запрос. Вы платите за пять сессий вперед, да, и вы ходите там раз в неделю. И мы пишем. Мы будем прям передачу можем снять, да, то есть, как это происходит, с каким запросом пришли, что вы потом делаете из заданий, там и так далее. То есть, вы будете как онлайн-шоу такое, да, то есть, мы, ну, это в моем воспаленном уму. То есть, я бы хотел, чтобы был эффект, да, вот так, прям киношка такая. Было вот это, было вот так, стало так, вот это задание, там, да, да, да. В течение месяца-двух там прошли до туда. Вот. Поэтому, друзья, все. Я, возможно, сегодня еще выйду. Ну, я буду выходить в перерывах, там, какие-то, в общем, ловите. Еще будет. Все, друзья, давайте. Пока-пока. Карта напоследок. Короче, замочная скважина намного больше, чем ключик. Поэтому расширь свой ключик, не бойся порвать. Бери от жизни все называется, мир изобилен. Твой ключик утонет в замочной скважине. Мечтай. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok